Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Историческое событие делегации Комитета паноармянских игр полетело в Ван прямым рейсом. В Степанакерте пройдет бизнес-форум в Солнечный Арцах. Мовсе Сабелян назначен заместителем генсека ООН. Власти Кипра выдали ордеры на арест сотрудников Курового судна Турции. В Сирию вернулись более 256 тысяч беженцев. Армянский замок Ушина в Килики скорее всего будет восстановлен. Стас Намин рассказал об идее создания фильма «Древние храмы Армении». Делегация Всемирного комитета седьмых паноармянских игр во главе с президентом Ишханом Закаряном отправилась в древний город Ван впервые прямым рейсом. Событие поистине историческое, потому что до сели такой возможности не было ни у кого. Самолет пролетел над Ерван-Ташатом, как с Ваном. Городом Манаскерт вышел на снежную вершину горы Сепан, повернул на восток над озером Ван и приземлился в нашей исторической деревне Артамет в аэропорту Вана. О поездке в Ван, да еще и прямым рейсом мечтали все члены делегации. Каждый надеется, что первый рейс Ерван-Ван не станет последним. Делегация провела встречи и обсуждения с городскими властями Вана и Игдыра, пригласив их принять участие в панормянских играх. Ишхан Закарян предложил начать следующие панормянские игры с Вана. 15 июня в отеле Валекс Гарден в Арцахе состоится бизнес-форум, инициированный одной из ведущих компаний Армении в области солнечной энергетики Стиген. Цель состоит в том, чтобы способствовать быстрому развитию солнечной энергетики в Арцахе, собрав под одной крышей все заинтересованные стороны лиц, принимающих решения государственных деятелей. Солнечные водонагреватели более чем необходимы, они прослужат более 20 лет. Солнечные водонагреватели Стиген очень доступны и экономичны. Это повод, чтобы развивать использование солнечных панелей именно в Арцахе. Ген Сек ООН Антонио Гутерюш назначил Мовсе Сабеляна заместителем генерального секретаря по делам Генеральной Ассамблеи и Конференционному управлению. Как сообщается на сайте ООН, Мовсе Сабелян был назначен на должность помощника генерального секретаря по делам Генеральной Ассамблеи и Конференционному управлению генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном 26 января 2016 года и приступил к работе 7 марта 2016 года. Абелян на протяжении более 25 лет занимался вопросами мира, безопасности и урегулирования конфликтов. Он обладает обширными экспертными знаниями в решении сложных задач в рамках межправительственных процессов, в том числе в контексте Генеральной Ассамблеи, Совета безопасности и исполнительных советов фондов и программ ООН. До поступления на службу в секретариат ООН Абелян работал заместителем постоянного представителя Республики Армения при ООН, а затем послом и постоянным представителем Республики Армения при ООН. Власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна «Фатих», которое находится возле Кипра для проведения бурения шельфа. Об этом в понедельник сообщило турецкое агентство De Morire. Власти греческой части острова якобы с мая собирали информацию об экипаже судна и сотрудниках компаний, которые проработают с государственной нефтяной компанией Турции ТРАО. Ордеры по информации агентства имеют международную силу. Всего под угрозой ареста находится 25 человек, в числе которых экипаж бурового судна и работники, связанных с ТРАО «Фирм». Глава правительства Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар осудил данный шаг Никасии и назвал его незаконным. На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тай Прадаган заявил о готовности его страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе силами вооруженных сил. На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, что в частности месторождения Афродита, запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд кубометров. Анкара, оспаривающая границы исключительно экономической зоны Кипра, направила в район буровое судно «Фатих». Турция заявляет, что бурение продлится в течение четырех месяцев до 3 сентября. Более 256 тысяч беженцев вернулись в Сирию через границы с Ливаном и Иорданией, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Последовательная совместная работа сирийского руководства с властями Ливана и Иордании приносит устойчивые положительные результаты в возвращении граждан в столицу. Благодаря скоординированным усилиям на сегодняшний день через пункты пропуска на Иордана-Сирийской и Ливана-Сирийской границы на родину вернулось более 256 тысяч граждан Сирийской Арабской Республики, сказал он в ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики. Генерал отметил, что в последнее время поток возвращающихся увеличился и составляет около 2000 человек ежедневно. Находящийся в разрушенном состоянии армянский замок Ушинов-Килийки и провинции Мерсин нуждается в реконструкции. Об этом со ссылкой на турецкое агентство Даган сообщает akung.net. Согласно местным СМИ, этот армянский средневековый замок использовался армянами и в оборонительных целях в X и XI веках, но теперь он находится в руинах. Местные жители обеспокоены тем, что замок скоро исчезнет. Граждане требуют восстановить его для развития туризма. Так Изет Кёкен, посетившая Адану из Анкары, отметила, крепость в плачевном состоянии, мои дети хотели это увидеть, но здание полностью уничтожено. Я боюсь входить. Я беспокоюсь, что на детей может упасть камень. Сулейман Кармель, пришедший посмотреть замок с семьей, потребовал, чтобы ремонтные работы начались как можно скорее. Древние храмы Армении. Премьера фильма Стаса Намина. Намина так представил свою идею снять фильм. С детства Армения была для меня волшебной страной, о которой все время говорила моя мама. А в далекой горной деревне с красивым романтическим названием Санаин родился мой дед и его братья. С Арменией связана жизнь всех моих родственников и, собственно, оказалось, что и сам я армянин, что до поры до времени мне, родившемуся и выросшему в Москве, не приходило в голову. Как сообщает вне строк, Стас Намина еще в детстве много раз приезжал на свою историческую родину, но это были эпизодические визиты. Лишь несколько лет тому назад, по приглашению своего друга, бизнесмена и мецената Рубена Вартаняна, Намина приехала в Армению на большой срок. Он посетил массу живописных мест, увидел знаменитые исторические памятники, многочисленные древние храмы и все это заснял на камеру. В результате чего и появился фильм. Известный музыкант Стас Намина, настоящее имя которого Анастас Алексеевич Микоян, является внуком партийного лидера советского периода Анастаса Микояна и двоюродным внуком легендарного советского конструктора Артема Микояна, создателя знаменитого истребителя МИК. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию концерт национального академического хора в Тотебе. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео, представленная на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!